Эпидемия внесла свои коррективы во многие отрасли жизни, в том числе и в рабочую сферу. Самоизоляция самоизоляции, а работать нужно. Начиная с апреля 2019 года, множество работников вышли на дистанционную форму работы. В июне вышел закон об отдаленной работе, а сейчас в него уже планируют вносить поправки. О чем говорится в законе, об этом мы решили спросить у эксперта. По содержанию этого проекта видно, что наш законодатель предусмотрел различные аспекты. И вопросы выполнения трудовых обязанностей, оплаты труда, причем предусмотрели даже те случаи, когда эта работа будет начать в сверхурочный характер. Вопросы, которые связаны с возмещением расходов работнику. Могут ли просто так уволить дистанционного сотрудника, если он не выходит на связь в течение двух дней? Или все же у сотрудника есть шанс оправдаться? Если работника нет на работе в сегодняшний день, то это рассматривается как прогул. Вопрос уважительный, причина неуважительный. А работник не вышел на связь. Что это такое? Конечно, у работодателя сразу возникает, ага, прогулял. Не сработала техника. Значит, надо доказывать, что в силу каких-то обстоятельств у нас техника и не сработала. К сожалению, такое бывает. Помимо перехода на дистанционную форму работы, сейчас среди молодежи актуален фриланс, который тоже позволяет работать из дома. Но у него могут быть свои недостатки. Объем государственных гарантий значительно меньше. Да, он может, конечно, отставить свои права через суд, но там уже все строится на основе заключенного договора, гражданско-правового договора. Жизнь во время пандемии подсказала, что удаленная работа, в принципе, выгодна обеим сторонам. Выгоднее иметь работника, чтобы он сидел дома. Мне удобно это. Я готов платить ему зарплату, я готов оплачивать его издержки, но мне это удобнее. Не нужно транспортные расходы, не нужно стоять в пробках, в очередях на автобус, метро и так далее. По мнению экспертов, даже после отмены карантина и спада эпидемии тенденция к увеличению количества сотрудников, работающих с дома, будет сохраняться. Федосия Ершова, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс. Продолжение следует...